This conference will now be recorded. 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 Так, сейчас меня слышно? Да, сейчас слышно, все отлично. Отлично. Коллеги, добрый вечер, наверное, уже. Меня зовут Евгений Озеров, и в компании ITV я занимаюсь, ну, я руковожу проектным отделом. Я сейчас объясню, как проектирование связано с программированием, это, в общем-то, будет, наверное, темой основной нашего, моего небольшого такого выступления, доклада. Скажите, видно ли презентацию? Сейчас я включу на весь экран. Да, презентацию видно, все хорошо. Да, отлично. Ну, наверное, нужно начать немножечко с того, что мы такие, рассказать про саму компанию. Компания ITV основана в 2003 году и занимается разработкой программного обеспечения для систем безопасности. У нас есть несколько программных продуктов, у нас есть свой облачный сервис. И, кроме этого, помимо основной вот такой деятельности, да, компания достаточно большая. У нас есть ряд офисов, как в России, так и за рубежом. Я специально ради нашей встречи взял, посчитал, сколько у нас сотрудников, оказалось уже больше 5800 сотрудников по всему миру. Ну, и, в общем-то, мы являемся, наверное, лидерами в своем сегменте программного обеспечения для систем безопасности в России. Ну, и где-то, наверное, на четвертом месте в мире. То есть мы достаточно крупная, крупно известная компания. Мы сотрудничаем с рядом тоже крупных компаний, таких как, например, Huawei. В том числе сотрудничаем именно в таком симбиозе. То есть мы разрабатываем софт. Коллеги из Huawei, они разрабатывают специализированные сервера для того, чтобы мы могли создать какой-то новый такой продукт интересный. Кроме того, компания сотрудничает еще с рядом других производителей, в том числе российских производителей, которые разрабатывают уже железо, какие-то железные вещи, да, как, например, системы противопожарной безопасности. Одна из таких компаний – это компания Sigma. И с некоторого времени, получается, уже три, наверное, года назад мы стали с ними сотрудничать. И помимо нашего основного продукта, нашего софта, мы стали продавать оборудование для противопожарных систем. Кроме того, мы занимаемся системами контроля управления доступом, охранной сигнализацией, пожарной сигнализацией, периметральной охранной сигнализацией. Ну, в общем, все, что связано с техническими системами безопасности. Ну, и, разумеется, системой видеонаблюдения. Поэтому в связи с тем, что, ну, помимо, скажем так, софта, мы стали еще и продавать оборудование, у нас в компании появился проектный отдел. И вот для как раз проектного отдела нам необходим, помимо проектировщиков, нам необходим ряд других специалистов. В том числе нам необходим сейчас инженер-программист в области информационного моделирования зданий. Я, наверное, очень кратко поясню, что вообще такое информационное моделирование и что такое Revit, для того, чтобы, ну, в принципе, было понимание дальше, да, о сути работы, которую мы предлагаем. Информационное моделирование зданий – это сейчас самый последний тренд в проектировании. В проектировании не только систем безопасности, а в целом вообще в проектировании любых систем, любых зданий. В отличие от классического подхода к проектированию, ну, как можно, наверное, представить, может быть, кто-то видел в фильмах или на каких-то картинках, когда люди чертили на кульманах такие большие листы, может быть, кто-то из вас, поскольку мы все-таки говорим про Баунский университет, наверняка, кто-то из вас сталкивался в своей учебе, да, может быть, в других вузах также, с инженерной графикой, с начертательной геометрией, вот со всеми этими замечательными предметами, наверное, представляет, что такое кульман и как в целом создаются чертежи. У нас первая такая революция в проектировании была чуть ранее, там, в 90-х годах, когда стало распространение получать в России саппор-системы такие, как, например, автокад, и сейчас он еще занимает довольно большую долю рынка. Но автокад, он всего лишь такой цифровой кульман, то есть кульман на компьютере. Сейчас появляются новые тенденции, это, скажем так, информационное моделирование зданий. Это когда мы не просто по итогу проектирования получаем комплект документов, а мы создаем некую такую базу данных о здании, о сооружении, о его всем инженерном наполнении этого здания, с которой в дальнейшем мы можем как-то работать. То есть мы можем эту информацию, в том числе из нее создавать ту самую проектную рабочую документацию, которую делали раньше, но это будет всего лишь один из отчетов. А помимо этого мы можем оттуда извлекать достаточно много различных других данных, такие как стоимость создания этой системы или этого здания, такие как план график работ. Мы сможем впоследствии эксплуатировать здание гораздо более эффективно, имея вот такую полную базу данных, актуальную о зданиях. И для того, чтобы перейти на новый такой уровень проектирования, для того, чтобы мы могли в целом выполнять такую работу, если раньше нам потребовались только проектировщики, и, в общем-то, этого было достаточно, то сейчас само программное обеспечение становится более сложным, с одной стороны. С другой стороны, оно позволяет гораздо больше автоматизировать рутинных операций проектировщиков. Поэтому возникают помимо самого проектного отдела, или, скажем так, вокруг для обеспечения работы проектного отдела, возникают еще и отделы автоматизации этого самого проектного отдела. То есть возникают, проще говоря, программисты с узкой такой специализацией, которые делают утилиты для автоматизации работы проектного отдела. И у нас уже есть такие люди в штате, у нас есть очень опытные специалисты, но поскольку проектный отдел растет, его задача, у него все больше и больше задач, нам нужно как можно меньше времени тратить на проектирование и получать при этом качественную документацию. Поэтому мы просто не справляемся, нам нужны еще дополнительные руки. И поэтому, собственно, у нас появилась новая вот эта вакансия. Ну, я немножко, наверное, сейчас уже не буду сильно углубляться в суть информационного моделирования. Я думаю, более-менее стало понятно. Здесь вот на картинках вы можете видеть такие примеры, как выглядит модель здания в BIM, то есть в информационной модели здания. Ну, что это такое? По сути, 3D-модель, которая помимо просто геометрии содержит еще и много-много различных данных. Такие конкретные данные мы будем запихивать, скажем так, в эту модель, зависит от так называемой BIM-юз, то есть от того, каким образом мы хотим использовать эту информационную модель. Нужно ли нам просто выпустить документацию, или мы хотим, как многие сейчас, например, застройщики в Москве, хотим по этой информационной модели получать календарный график строительства, получать все сметы, локальные сметы на различные участки стройки, да, и закрывать эти объемы, и прям фиксировать их непосредственно в таком цифровом двойнике этого здания. И в дальнейшем, соответственно, получить актуальную модель, по которой можно будет эксплуатировать это здание более эффективно, чем, ну, скажем, без этой модели, чем традиционными способами. Кроме того, государство нас очень активно толкает в эту же сферу и принимает достаточно много нормативных документов, которые для части объектов, в основном финансируемых из госбюджета, регламентируют то, что мы должны как раз использовать информационное моделирование. И мы, как компании, которые все-таки, ну, в основном, да, наш основной профиль – это именно разработка софта, именно разработка софта для систем обеспечения технической безопасности зданий, мы заинтересованы сделать такую синергию между проектированием и между как раз охраной объектов. Каким образом мы хотим это сделать? Мы хотим добиться возможности экспортировать те данные, которые проектировщик, ну, неизбежно, да, заносит в проектную, в информационную модель здания при проектировании, экспортировать эти данные и сразу же их использовать в нашем основном софте, то есть в системах обеспечения безопасности зданий. Сейчас вот вы можете посмотреть этот интерфейс нашего, одного из наших продуктов, программное обеспечение называется «Интеллект». Он позволяет интегрировать сразу несколько систем безопасности, в первую очередь это системы видеонаблюдения, но помимо этого это и пожарная сигнализация, и охранная сигнализация, и система контроля управления доступом, и ряд других инженерных систем здания. Сейчас интерфейс выглядит вот таким образом, то есть у нас есть просто некоторое плоское изображение планировок нашего помещения, мы на него размещаем какую-то точечную информацию о датчиках, эти датчики, эти графические изображения датчиков, мы привязываем к реальным устройствам, которые подключены к нашему программному обеспечению, для того, чтобы можно было управлять системой, снимать с охраны, вставить на охрану, смотреть изображение с видеокамер наблюдения, управлять дверьми, контролем доступа, турникетами, ну и так далее. То есть сейчас это выглядит вот таким образом. Что мы хотим сделать в дальнейшем, и почему в том числе, для чего нам еще требуются программисты, ну программисты такие очень специфические, я сейчас дальше покажу, какие у нас требования к программистам. Мы хотим сделать таким образом, чтобы проектные решения напрямую можно было переносить в софт, который уже обеспечивает собственность, безопасность. Именно сделать такой экспорт этих данных. Это позволит нам сделать совершенно другие, другого класса интерфейса, получить совершенно другой пользовательский опыт для наших заказчиков. То есть мало того, что проектирую в Revit, проектирую в BIM, мы получаем трехмерную модель здания. Мы еще ее получаем, это не просто трехмерная модель, это именно база данных, в которой мы можем делать все, что угодно. То есть мы можем разрезать эту модель так, как нам необходимо, резать на этажи, резать на любые, делать любые разрезы, отдельно вычленять из нее какие-то комнаты и так далее. То есть это совершенно иной способ, возможно, взаимодействия, крутить эту как-то, вращать и так далее. То есть то, что в принципе невозможно сделать сейчас в современных интерфейсах, скажем так, в интерфейсах такого уже прошлого, что ли. Поэтому нам предстоит большая очень работа объединить две вот эти совершенно, казалось бы, не похожие друг с другом сферы, сферу проектирования, сферу программирования, для того, чтобы получить конкурентное преимущество на рынке, получить более интересное предложение для наших клиентов. Значит, как у нас устроен наш отдел, конкретно не вся компания, мы не говорим сейчас про компанию IT, она очень большая, там есть много всего и много различных отделов разработки, в том числе, где тоже требуются программисты. Но я вот сейчас проговорю только про свой конкретный отдел, отдел проектирования. Он состоит из, скажем так, нескольких подотделов. То есть основная часть – это, разумеется, проектировщики. То есть это те, кто создают непосредственную документацию. И те, кто сейчас, мы переводим людей сейчас как раз из автокада в ревит, то есть те, кто будут у нас создавать информационную модель здания. Это, скажем так, одна часть нашего коллектива. А вторая часть коллектива – это те люди, которые уже не проектируют сами, но они создают контент, скажем так, для проектировщиков. То есть если раньше каждый проектировщик, вот вы, как если вспомните свою там в юности, если у кого была инженерная графика, да, и кто проходил автокад, и вы сами чертили какие-то отдельные узлы, какие-то отдельные блоки для того, чтобы получить итоговую какую-то документацию, то сейчас для информационного моделирования такой подход уже неприменим. То есть слишком много нюансов, слишком много всего нужно учитывать. То есть проектировщику просто некогда будет проектировать, если он будет полностью погружен. Поэтому есть отдельные специальности, отдельные люди, BIM-менеджеры, BIM-координаторы, которые как раз эту работу берут на себя и которые, ну, по сути, предоставляют уже для проектировщика готовые инструментарии. А проектировщик занимается уже своим делом, принимает основные технические решения по проекту. Но помимо этого, помимо этих людей, у нас еще есть и третья часть нашего отдела, которая сейчас пока немногочисленна, но которая, надеюсь, у нас, может быть, в том числе и с вашей помощью пополнится тоже специалистами. Это часть программистов, CUT, программистов BIM, то есть людей, которые смогут обеспечивать автоматизацию вот этих рутинных операций проектировщиков в первую, наверное, очередь с одной стороны и обеспечит интеграцию между собой информационной модели здания и нашего основного софта, то есть экспорт этих данных из нашей информационной модели в наш основной софт, вот для тех целей, которые я чуть раньше вам рассказал. Какие у нас есть требования к таким людям? Значит, основное ключевое требование, без которого дальше не имеет смысла разговаривать, это, разумеется, знание C-Sharp. С этого все начинается. Есть еще, ну вот вы можете посмотреть дальше, ниже, есть еще ряд некоторых дополнительных требований, есть еще отдельно могу проговорить про самые нижние строчки, да, они не являются, наверное, совсем, ну, как бы, такими отсекающими, да, что мы вот прям людей не будем рассматривать, но это, ну, это, в общем-то, было бы очень хорошо, если такой человек бы нашелся, то есть нам, конечно, было бы гораздо-гораздо проще. Почему? Потому что, ну, чтобы для того, чтобы что-то автоматизировать, надо в этом немножко разбираться, да, то есть очень сложно автоматизировать какую-либо деятельность, если вы не понимаете, а в чем она заключается. И поэтому, ну, для нас будет большой проблемой погрузить вас, да, в эту специфику. Поэтому нам бы очень хотелось найти людей, кто хотя бы немножко, хотя бы каким-то краешком занимался в том числе и проектированием, кто понимает более-менее предметную эту область. Это был бы идеальный вариант. Есть еще момент, связанный с Revit API, то есть с тем, каким образом мы будем взаимодействовать с самим программным обеспечением проектировщиков, с Revit. То есть там есть своя специфика, наверное, ее более-менее можно, конечно, в нее погрузиться, но если у вас есть такие знания вот именно по Revit API, да, и для нас это тоже будет очень-очень серьезным плюсом, серьезным преимуществом, но по сравнению с другими. Мы готовы, в принципе, рассматривать разных кандидатов по уровню, то есть вы можете не иметь, ну, не быть, скажем так, программистами, у вас может не быть записи в трудовой, что вы являетесь программистом, но если у вас есть при этом знание, какое-то хотя бы начальное знание в проектировании, вы хорошо знаете C-Sharp, и вы хотя бы отчасти знакомы с Revit API, то, ну, таких людей мы готовы к себе брать. Если у вас совсем нет никаких знаний там ни по проектированию, ни вы никогда не знали, не работали с автокадом, с Revit, то есть, в принципе, не имеете таких навыков, ну, в этом случае, ну, наверное, мы совсем не отсекаем таких людей, ну, нужно очень сильно показать желание разобраться в этом. То есть здесь мы индивидуально тоже можем с вами побеседовать на этот счет. Вот, и у нас есть еще такая интересная практика, у нас мы набираем периодически, в том числе и в регионах, проектировщиков, и у нас всегда для проектировщиков открыта дорога в программисты, то есть проектировщиков, которые, помимо, ну, постепенно, да, совершенствуют свои знания именно в проектной области, но которые параллельно осваивают C-Sharp, это для нас, наверное, идеальный вообще, идеальный человек, которую мы из которого можем точно вырастить программистов в области BIM. Таких специалистов на рынке, ну, можно сказать, прямо их в принципе нет, то есть это буквально людей можно пересчитать, которые, ну, на хорошем уровне способны работать в этой области, их буквально по пальцам, наверное, чуть ли не одной руки, и действительно за них сейчас там прямо идет охота. То есть вот сейчас есть возможность, у меня есть такой как раз человек, который сейчас и возглавляет вот этот подотдел внутри проектного отдела, который занимается как раз созданием утилит и созданием как раз вот этой интеграции между информационным моделированием здания и, значит, системами управления технической безопасности. Вот, можно много большой опыта получить, если к нам прийти и, собственно, этим заниматься. Вот, но требуются определенные, определенные квалификации. Наверное, все, это все, что я хотел рассказать. Спасибо. Евгений, спасибо. Если можно, продублируйте, пожалуйста, в чат ваши контакты. Коллеги, есть ли у вас вопросы к Евгению? Или все понятно, и можем двигаться дальше? Так, пока передаем. Илья спрашивает, удаленная ли работа? Да, в принципе, для нас неважно ваше местоположение, локации это особого значения не имеет. У нас в целом и проектная сама команда, она разделена на два офиса. Часть людей сидят в Самаре, часть людей сидят вообще в Нальчике. И программист мой сейчас в Москве, я в Москве. То есть все по разным углам. Можно работать в офисе, но с много офисов, можно работать из дома. Вообще как удобнее, не имеет значения. Я думаю, что интересно было бы на общем Дня карьеры рассказать, если нужны вот именно развития проектировщиков в программисты. Может быть там кого-то можно будет найти. Хорошо. Спасибо большое. Переходим к следующей компании. Александр Усков. Программный продукт. Презентацию вашу видим. Вас тоже. Да, сейчас, коллеги. Слышно, все хорошо, видно? Все слышно, да, прекрасно. Отлично. Так, еще раз приветствую коллеги, еще раз приветствую слушателей. Интересный формат. Спасибо большое за приглашение. Я представлюсь. Меня зовут Александр Усков. Я руковожу рекрутмента в нашей группе компании. Так как у нас регламент по времени достаточно ограничен, я постараюсь рассказать достаточно сжато, потому что рассказывать о нас, о наших проектах можно очень долго. Я лучше оставлю время на вопросы и постараюсь на все на них ответить. Если говорить о нашей компании, группа компаний «Программный продукт» на рынке существует с 2002 года. Компания большая, нас по численности около 800 человек. Мы занимаемся разработкой программного обеспечения, заказной разработкой. На этом сделать особый акцент. Хотя в последнее время есть значительный перекос в сторону разработки именно продуктовой, но все-таки заказной процентов 60-70 у нас. Мы представлены в России в нескольких городах. Главная офис находится у нас в Москве. Есть у нас офисы в Санкт-Петербурге, в Твери, в Воронеже, в Белгороде, в Сибирске, в Академгородке, в Казани. Поэтому если в будущем вам будут интересны наши проекты, наши задачи, работы у нас, мы готовы рассматривать молодых специалистов, стажеров и в наших удаленных офисах. Мы начинали с небольших проектов. Проекты были связаны в основном с веб-разработкой. Мы делали небольшие сайты, порталы. Сейчас компания разрослась. Масштаб проектов, которые мы выполняем и делаем, его сложно ценить. Реализовано более тысячи проектов. И те проекты, которые мы делаем, они на слуху. И каждый из вас, может быть, но не каждый день, так или иначе ими пользуются. Или пользуются услугами, либо пользуются теми системами, которые разрабатывают наши компании, наши коллеги. Если говорить о проектах, то много у нас проектов в транспорте. Это умные города, это транспорт, это образовательные проекты, медицина. Различные госнаправления, это госуслуги, различные межведственные системы. Чуть поднее я расскажу более подробно о самых крупных из них. На этом флоте мне хотелось бы сделать внимание, особенно на технологиях, которые мы используем в реализации наших проектов. Так как это заказная разработка, то здесь мы не ограничены стеком технологий и вообще в целом технологии, с которыми мы поступаем к реализации наших проектов. Поэтому, если забегая вперед, мы говорим о стажерах, о молодых специалистах, которым интересно развитие у нас. Здесь они точно найдут, возможно, те направления, в которых они где-то сами пробовали что-то делать, либо в рамках университета используют эти технологии, с ними они точно смогут поучаствовать в наших проектах и продолжить развитие в них. По поводу проектов, крупные из них это транспортные проекты, проекты, которые мы делаем для Москвы, для города. Это проекты, связанные с парковками, проекты, связанные с видеонаблюдениями, с видеоаналитикой пассажиропотока, транспортного потока. Такие приложения, как помощник Москвы, возможно, слышали, где с помощью мобильного приложения можно фиксировать то или иное право нарушения в Москве. Также есть системы, которые не в паблике, но они используются внутри подразделений транспортных служб и так далее. Билетные решения. По сути, сейчас это уже сначала была заказная разработка. Мы делали новую билетную систему для ЦППК, это пригородные электрички. Делали для них ЦОД, конечное оборудование. То есть все, что вы видите на станциях и на поездах, это делали мои коллеги. Так как система пользовалась, к ней был интерес не только со стороны ЦППК, но и со стороны других транспортных организаций и городов, фактически сейчас это продукт, который разработают мои коллеги. И проект, который мы делаем сейчас, это новая билетная система для московского метрополитена и Большой Москвы. Проект нагруженный, более 10 миллионов событий, и в перспективе, в будущем мы планируем его масштабировать уже в других городах. Проекты в образовательной сфере. Это все, что связано с ЕГЭ, все, что связано с ЕГЭ, все, что связано с ЕГЭ, все, что связано с государственной итоговой аттестации. Реализовывает один из наших департаментов. Мы сопровождаем сдачу экзаменов в России за ее пределами. Также системы, которые отвечают за статистику, за сбор данных, за различные апелляции, аттестации и так далее, все реализовано в рамках нашей системы образования. Также есть медицинские проекты. Один из них, это станция, это единая информационная система доноров. Изначально, в 2004 году, это был небольшой РНД-проект в рамках станции переливания крови в Москве. Сейчас система разрослась, она работает почти во всех субъектах Российской Федерации и мониторит, администрирует все кровепроизводство в России, в том числе и компоненты крови. Мы активно участвовали в регистрации, представлении биоматериалов в плазме в текущей ситуации, когда к нам обратились медучреждения с ковидом. Также активно она использовалась для этих целей. Перейду тогда уже к основному, к программам стажировок для молодых специалистов, потому что последние полтора-два года мы в компании взяли вектор на развитие молодых специалистов, потому что мы прекрасно понимаем, что рынок перегрет, рынок выбрал, и как коллега говорил спикер до этого, реально специалистов на рынке, ну их просто нет. Мы прекрасно это понимаем, поэтому активно сотрудничаем и с вузами, и активно привлекаем к себе на работу, на стажировке молодых специалистов. У нас, если говорить в целом про стажировки, то мы готовы рассматривать, ну в приоритете, конечно, нам интересны были бы студенты технических вузов, хотя последний опыт собеседования показал, что ребята, которые выбрали, может быть, сначала не технический вуз, а гуманитарный, достаточно неплохо меняют сферу и приходят к нам на стажерские позиции, проходят наше вступительное тестирование и дальше уже участвуют в работе проектных команд. По поводу стажировки у нас, ну основные моменты, которые я хотел проговорить, во-первых, это достаточно короткий цикл собеседования. У нас нет там 10 итераций с различными департаментами, службами, как правило, это одно-два интервью, это понимание уровня кандидата, это понимание и желание сферы, в какой он готов развиваться в рамках компании и возможность его работать минимум 20 часов в неделю. Стажеры, которые работают у нас, это ребята, которые оформляются к нам в штат. Это не ГПХ, это не какие-то внештатные работы, неофициальные. Мы стараемся тут ставить молодых стажеров в штат компании. Они работают в проектных командах, они пользуются всеми благами, которые есть в рамках нашего разжиренного соцпакета. Они спокойно могут общаться внутри команды, подходить к ведущим разработчикам, к архитекторам. И они полноценный член команды, в которой участвуют в реализации боевых проектов. Сначала, возможно, это будут какие-то небольшие задачи, но в дальнейшем это действительно работа в проектной команде. Возможно, это просто будут задачи какие-то узкоспециализированные, которые соответствуют тому уровню знаний специалиста, который работает у нас. По вакансиям. Все актуальные вакансии, в том числе стажерские, вы можете найти на нашей странице на HeadHunter, также на сайте job.pp.ru, по офису и по нашей внутренней корпоративной культуре. Я говорил уже про ранжированный соцпакет. Сотрудникам молодого специалиста также будут доступны и ДМС, и йога в офисе, зарядка в офисе, различные корпоративные мероприятия, в том числе обучение внутреннее, внешнее. Внутреннее обучение у нас реализовано в рамках нашего HR-департамента, где мы устраиваем различные бизнес-игры, тренинги, тематические семинары. Либо, когда мы говорим о внешнем обучении, когда мы привлекаем внешних провайдеров, сертифицируем наших специалистов, мы дружим с PM-экспертом, которые читают курсы, и доступ к ним доступен и стажерам в том числе. Также мы активно проводим корпоративные турниры по шахматам, по настольному теннису, по киберспорту, по волейболу. У нас в компании есть врач в офисе, штатный психолог. Мы проводим вакцинации, диспансеризации сотрудников. В текущей ситуации мы раз в две недели тестируем всех наших сотрудников, которые возвращаются в офис на ДТЛА, поэтому мы максимально заботимся о тех коллегах, которые вокруг нас. Чуть больше информации вы сможете найти у нас в соцсетях, в Инстаграме, в Фейсбуке, на Ютубе, ВКонтакте. Спасибо большое. Александр, а… Достаточно быстро пробежался, да, наверное, готов ответить на вопросы. Да, у меня вопрос. А у вас стажировки, они оплачиваемые или неоплачиваемые? Да, стажировки у нас оплачиваемые. Мало того, что это официальное оформление в штат компании. И, ну, я могу даже примерно сориентировать по уровню зарплаты, если мы говорим про ребят, которые могут работать, ну, 25-30 часов в неделю, то в среднем это в 40-50 тысяч плюс. Отлично. Уважаемые слушатели, есть ли у вас еще вопросы? Пожалуйста, задавайте. Так, вопросов я сейчас не вижу. У меня к вам просьба, Александр, ваши контакты скопировать в чат, чтобы слушатели могли тоже с ней видеть. Да, я вижу, что спрашивают про удаленную работу. Ну, в текущем у нас есть департаменты в компании, в которых удаленная работа, и она, допустим, если мы говорим про разработку, там, про мобильную разработку, где распределенная команда, то да, такие варианты мы точно готовы предлагать. В целом сейчас мы активно рассматриваем, возможно, гибридного графика для сотрудников, поэтому точно о стопроцентной удаленке я говорить не могу, но о варианте, там, частичной занятости в офисе и дома, да, это точно обсуждается сейчас. Да, Илья, вот я вижу, что вы спрашиваете по поводу часть недели, либо это часть, ну, часть времени недели, либо там, мобильная разработка у нас вообще работает полностью удаленно. И, ну, опять же, это, наверное, мои наблюдения, вот, за тот год ковида, который нас настиг, я могу с уверенностью сказать, что наши ребята достаточно хорошо себя проявили, у руководителей, у директоров департамента всегда были опасения, а как же вот удаленная работа, а как же будут работать люди. Люди работали даже иногда и больше, и даже в каких-то моментах лучше, качественнее, чем... Конечно, это сложно сейчас сравнивать, но момент таки есть. Так, какие требования к специалистам бигдата и машинного обучения? Если говорить про эти позиции, то мы готовы рассматривать вообще выпускников вузу, у которых даже были, там, какие-то, может быть, либо тестовые задания, либо какие-то практически свои работы. То есть, ну, почти с минимальным уровнем знаний. Мы готовы учить внутри у себя. В Твери у вас нет вакансий? В Твери вакансий есть. Это PHP-разработка и фронт-энд-разработка есть. Отлично. Ну, уважаемые слушатели, я предлагаю, если остались вопросы, Евгению оставить тогда свои контакты, что можно было бы уже непосредственно уточнить какие-то моменты. Евгения, я вас благодарю за выступление, очень интересное направление. Я думаю, что информацию по данным стажировкам мы обязательно опубликуем еще у нас в каналах, чтобы больше слушателей ознакомилось. Следующий спикер Ольга Белая. Ольга. Да, здравствуйте, коллеги. Так, презентацию вашу сейчас я включаю. Да, спасибо. Секунду. Да. Я на самом деле сегодня не совсем буду говорить про зарплаты, хотя про зарплаты мы тоже немножко поговорим. Да, сейчас, извините меня, пожалуйста, на одну секунду. Так. Да, извините, пожалуйста, я немножко отвлеклась. Ольга, а вы можете мне следующий слайд включить? Да, значит, о чем я хочу сегодня рассказать. Я представляю Хабберкарьеру. Хабберкарьеру – это портал, ну, если вы не знаете, Духслава скажу, это портал, где IT-специалисты могут найти себе работу и где работодатели ищут себе, собственно, сотрудников. Но мы рассматриваем свою, как бы, миссию, задачу шире. Мы ее видим в том, чтобы в целом помогать IT-специалистам и страивать свою карьеру. Здесь вы видите такую, не знаю, вот такую диаграмму. И вот вакансии – это только один маленький кусочек этой диаграммы. У нас также есть и другие сервисы. Это сервис, где можно узнать зарплаты, которые IT-специалисты похожего профиля получают в том городе, в котором вы проживаете, или, например, в каком-то другом городе, в который вы хотите переехать. У нас есть сервис, где можно посмотреть отзывы сотрудников компании, в которых они работают. Есть сервисы, где можно посмотреть разную аналитику об IT-рынке и так далее. И как раз, поскольку мы в целом строим сервис наш таким образом, чтобы помогать IT-специалистам в их карьере, в построении этой карьеры, в развитии и так далее, как раз об этом я сегодня не хотела немножко поговорить и рассказать. Ольга, можно следующий слайд? Да, и следующий сразу. Смотрите, я буквально сегодня читала такую статью, которая будет таким эпиграфом к моему выступлению сегодня. Она о том, что в России колоссальный дефицит IT-кадров. И вот коллеги, которые выступали до меня, они тоже эту мысль, она проходила такой красной нитью через весь их доклад о том, что дефицит IT-специалистов на рынке, они готовы развивать начинающих специалистов сами, потому что сложно найти опытных специалистов под потребности компании, потому что, ну вот как мы здесь видим, до миллиона IT-специалистов в разных сферах не хватает у нас на рынке России. При этом, ну, мы понимаем, что вузы не могут обеспечить полную потребность в IT-специалистах, потому что просто недостаточно мест. И даже все те прекрасные заведения, как специалисты, которые любезно позвал меня сегодня, они тоже, в общем, не могут вот этот дефицит полностью закрыть. При этом есть некоторый барьер для начинающих IT-специалистов при входе на рынок, потому что мы понимаем, что первую работу найти бывает не так просто. И как раз вот давайте сегодня немножко поговорим об этом, о том, почему, ну, какие проблемы возникают, что мы можем с ними сделать, как найти свою первую работу в IT. Вот, Ольга, включите, пожалуйста, следующий слайд. Вот, мы проводили исследования, как я уже сказала, у нас есть сервисы, которые занимаются аналитикой, в рамках которых мы занимаемся аналитикой, проводим исследования, собираем там несколько тысяч респондентов в сайте рынка по разным темам, которые нас интересуют, которые кажутся нам актуальными. И, в частности, вот мы опрашивали представителей разных IT-компаний, какие основные риски они видят в работе с джурнами. Вот, и мне кажется, что это, ну, как бы нам с вами это важно понимать, потому что, ну, вы можете немножко встать на позицию работодателя, понять, какие у него есть опасения, и как вы можете их снимать, если вы, как бы, хотите устроиться в эту компанию работать. Да, то есть самое большое опасение, которое отмечает больше половины компаний, это то, что сложно оценить потенциал. Да, когда на собеседование или там на какое-то интервью приходит джурнер-специалист, довольно сложно понять, как бы, что из него вырастет. Второе повеличение риска – это то, что сложно доверять задачи, рисковать общим проектом, потому что тоже опыт такого сотрудника минимален, и, ну, риск допустить ошибку какую-то выше, чем у опытных сотрудников, да, и поэтому здесь возникает некоторое опасение. Достаточно высокие сдержки по адаптации. На самом деле, действительно, обучить джурнер-специалиста довольно дорого, да, на это надо потратить силы и время более опытных специалистов, и это прямо может быть чувствительным для компании. Велика вероятность ухода такого человека в другую компанию, то есть он немножко обучится, освоится, приобретет опыт и пойдет искать более, как бы, ну, лучшее, интересное, денежное какое-то еще, по каким-то еще параметрам лучшее для него место работы. Вот. Ну, и вот это такие, мы видим, что вот это основные такие опасения, которые у третьей и более процентов компаний присутствуют. Вот. Что мы можем, как бы, сделать, чтобы, что начинающий специалист может сделать, чтобы эти опасения какие-то компании снять? Ольга, можно следующий слайд? Значит, смотрите, мы также проводили, задавали вопросы, как бы, на какие основные параметры смотрят работодатели и сравнивали, как бы, эти ожидания работодателями с ожиданиями джурнер-специалистов. Вот. В первую очередь, как это не может быть странно, неудивительно, работодатель смотрит на общую адекватность и софт-скиллы. Это даже чуть-чуть важнее, ну, или, может быть, там, это с точки зрения погрешности, можно сказать, что так же важно, как базовые технические знания. То есть если мы, если работодателю кажется, что с вами будет сложно работать, что кандидат конфликтный, что он плохо обучаем и так далее, да, вот все, что относится к софт-скиллам. Ольга, а можно нам следующий слайд? Вот, как бы, то, что относится к софт-скиллам. Здесь они разделены на три группы. Если у работодателя возникают опасения, да, то если техническим каким-то знанием и навыкам начинающего специалиста можно научить, да, для этого, как правило, в компании есть технологии, есть более опытные специалисты, есть какая-то программа обучения, то со софт-скиллами сложнее. Обучить им достаточно трудно, и если у работодателя возникает опасение на начальном этапе, что у кандидата с софт-скиллами не очень хорошо, скорее всего, он такого джуниор-специалиста, ну, может быть, и не будет дальше рассматривать, да. Смотрите, здесь софт-скиллы сформированы вокруг нескольких таких блоков, да, это, ну, некоторые личные навыки, да, тайм-менеджмента, умение, там, ставить себе цели, целеполагание, целеустремленность, там, умение анализировать информацию и так далее, да. Это софт-скиллы, направленные на отношения с коллегами, то есть умение работать в команде, умение строить отношения, договариваться, вести переговоры, и умение, ну, как бы, следующий уровень, да, это тоже работа в команде, но это когда вы уже можете организовывать как-то людей, да, не только участвовать с ними в горизонтальных отношениях, но и организовывать их, ставить цели, планировать, поставить задачи и так далее. То есть вот эти софт-скиллы, все они, они как бы, то есть мы тоже как раз проводили опрос среди IT-компаний, и спрашивали, какие софт-скиллы наиболее важны. И вот вы видите вот эти, ну, как бы, три облака скиллов, и чем крупнее здесь все шрифт, тем, ну, как бы, наибольшую важность этого софт-навыка отмечали представители IT-компаний. Вот, то есть вот здесь можно посмотреть, и если вы чувствуете какие-то у себя, ну, как бы, пробелы, может быть, да, хотя довольно трудно оценить в отношении себя, но это то, где имеет смысл себя прокачивать, чтобы преуспеть, там, в своем первом, втором и так далее трудоустройстве. Ольга, давайте следующий слайд. Следующий, как бы, это базовые технические знания. То есть понятно, что, может быть, у джинер-специалиста нет еще каких-то очень глубоких знаний, но эти базовые технические знания желательно, чтобы вы могли подтвердить своим каким-то реальным опытом, опытом учебных проектов, стажировок, собственных проектов, там, ПЭД-проектов и так далее. Ольга, а можно следующий слайд? Смотрите, мы спрашивали тоже у начинающих специалистов, видите, вот как раз проводили опрос, 2000 начинающих специалистов попросили, спрашивали их, участвовали ли они во время обучения в стажировках совместных программах с будущими работодателями. И только порядка 18% отмечают такой опыт. И вот это очень плохо, да, то есть это большая проблема, потому что те люди, которые, ну, соответственно, 80% не участвовали, и это большая проблема, потому что те специалисты, у которых был такой опыт, им есть что показать, чем подтвердить свои базовые навыки. Вот те проекты, в которых я участвовал, вот тот код, который я разрабатывал. То есть обращайте, пожалуйста, на это внимание на стадии обучения, на стадии, там, когда вы идете на какое-то собеседование, чтобы вы могли что-то показать, чтобы вы действительно разрабатывали какой-то реальный опыт подтвердить свои технические навыки. Ольга, можно следующий слайд? Три. Ну, про тестовое задание довольно понятно, что джуниор-специалисты, скорее всего, дадут какое-то тестовое задание, и важно его хорошо выполнить, и, кажется, про это говорить довольно очевидная вещь. Но вот хочу еще обратить ваше внимание на наличие профильного образования. То есть, с одной стороны, только 25% отмечают, что профильное образование для них важно, но, тем не менее, 25% это, ну, в общем, тоже немало. И здесь... Ольга, следующий слайд можно? Ой, там что-то... Да, и здесь, смотрите, я хочу обратить внимание ваше на то, что 35% специалистов отмечали, что наличие основного образования им помогало при трудоустройстве. То есть это тоже довольно большая цифра, 35%. Вот, поэтому, да, несмотря на то, что в последнее время в IT есть такая как бы тенденция, потому что образование – это не так важно, можно быть хорошим специалистом без образования, работодатель на образование не смотрят, ну, это относительно так, да, все-таки смотрят, все-таки это бывает важно. И вот здесь жароподобедатели отмечают, что были такие случаи, 15% жароподобедателей отмечают, что были случаи, когда наличие основного образования играло значительную роль для решения пригласить сотрудника на работу. Давайте следующий слайд. Вот, но с другой стороны, тоже как бы, если ваше образование еще не закончено, вы тоже можете не теряться, совершенно все равно искать работу, потому что, как мы видим, только 33% специалистов устраивались на свою первую работу, имея законченное высшее образование. Да, то есть остальные устраивались, будучи студентами, и очного отделения, и заочного отделения, имея какое-то среднее образование и так далее. Вот только 33, вот этот голубенький кусочек бублика, только эти специалисты устраивались, имея законченное высшее образование. И также мы видим, что вот разложенное по разным специализациям справа, мы видим, что только, ну, как бы наименьшее значение в игровой разработке имеет, ну, и в целом, вот мы видим, что растет значимость высшего образования к таким более гуманитарным специализациям в IT, там, к менеджменту, к аналитику, сложно назвать гуманитарной такой частью IT. Но, тем не менее, вот туда, как бы, там есть некоторый рост значимости высшего образования при устройстве на первую работу, а специалисты, которые там работают, full-stack специалисты, мобильная разработка, бэкэнд-разработка для них все, ну, там мы видим значительную часть людей, которые устраивались, не имея законченного высшего образования. Ольга, можно следующий слайд? Вот, еще, как бы, хочу отметить то, что работодатель может смотреть на ваши учебные и личные достижения. То есть даже если у вас нет опыта, ваши учебные и личные достижения, скорее даже так, поскольку у вас нет опыта еще, учебные и личные достижения, они являются некоторой заменой опыта. Можно следующий слайд? И здесь также важно, что, как некоторый знак качества, да, для вас, для вашего, для вот этих ваших личных и профессиональных достижений, может быть ваш опыт участия в тех или иных IT-сообществах. Да, вот мы здесь видим, что тоже 27% специалистов, 27% представителей компании отмечали, что у них был опыт, когда, ну, как бы, были такие случаи, когда вот это участие в тех или иных IT-сообществах играло некоторую роль при трудоустройстве. Вот. Мы это, мы в Фраберкаре называем это IT-сообщество, но это сервисы, которые используют IT, массово используют IT-специалисты. Вот мы видим, что наибольшее значение лироподателям имеет GitHub, да, я думаю, что вы знаете. GitHub — это сервис, где специалисты совместно работают над проектами, хранят свои исходные коды, работают над open-source проектами. То есть если вы в течение вашего обучения, например, приобретете опыт какого-то участия в open-source проекте, сделаете какой-то contribution в этот, например, open-source проект, или на GitHub заведете какой-то свой учебный проект, или какой-то, не знаю, личный проект, pet project, то, что называется, да, и вы сможете показать это работодателю, это будет значимым вкладом как бы в ваше резюме, да, в отсутствии опыта какой-то промышленной и коммерческой разработки это будет заменителем этого опыта. Также работодатели отмечают, что им нравится, ну, как бы для них имеет значение и другие, как бы, вот эти сервисы, которые используют эти специалисты. В частности, это Hubber Hubber, и сейчас он называется просто Hubber, мы уже переименовались, и Stack Overflow, да, то есть те сервисы, где соискатели тоже делятся своим личным и профессиональным опытом, пишут статьи, отвечают на вопросы и так далее. То есть вот эти вложения, они тоже важны, потому что они показывают вашу некоторую квалификацию и некоторое признание вашей квалификации другим, ну, как бы, другими профессиональным, другими профессионалами, другими профессионалами, профессиональным сообществом. Ольга, можно следующий слайд, да? Ну, и следующий слайд. Смотрите, мы даже на Hubber Carrier'е делаем возможность подключить к своему профилю профили в других, ну, вот этих профессиональных сообществах, в других сервисах, которые эти специалисты используют. И вот видите, вот этот слайд, скриншот из профиля некоторого IT-специалиста, мы видим, что у него есть здесь присутствие на GitHub'е, присутствие на Hub'ре и присутствие, это еще старое название, на Toaster'е, сейчас он называется Hubber Q&A. И вот эти вот золотые, серебряные, брозные звездочки как раз показывают оценку сообществом его вклада, да, то есть когда вот в основе, ну, как бы в большинстве этих сервисов, которые используют эти специалисты, и в GitHub'е, и в Stack Overflow, и на Hub'ре, когда человек пишет статьи или отвечает на вопросы, комментирует, или, например, на GitHub'е выкладывает какие-то проекты. Другие участники, они это оценивают, да, ставят там лайки, на GitHub'е это звезды, там, какие-то плюсики, в общем, так или иначе выражают свое, как бы, мнение о том, насколько это, как бы, хорошо, классно и профессионально. Вот, и здесь мы это в некотором таком агрегированном виде выводим. Вот, то есть если вы можете сказать, опять же, что вот моя статья, там, не знаю, на Hub'ре собрала столько-то, там, лайков, у меня такой-то рейтинг, у меня на Stack Overflow такой-то рейтинг, у меня на GitHub'е и лежит мой проект, который собрал столько-то фолловеров и так далее. Вот, это то, что может быть вашим капиталом в отсутствии, как бы, опыта, как я уже сказала, коммерческой разработки, которую вы можете предъявлять. Ой, поможем следующий слайд? Вот, по поводу возраста, да, является ли возраст препятствием для новичка? Вот мы видим такой большой серебряный, ой, сиреневый, сиреневый круг, 60% работодателей говорят, что возраст не является препятствием, да. В некоторых случаях, ну, тут 10% говорит, что не берем, если кандидат моложе 20, 8% говорит, не берем, если кандидат старше 35, но это, в общем, такие какие-то крайние случаи, то есть для большинства работодателей возраст не является препятствием, то есть если вы совсем молодой джуниор, или если вы, наоборот, долго работали в другой какой-то специальности, потом решили переучиться и пойти работать в IT, в общем-то, оба этих случая, они одинаково хороши, и при наличии ваших, как я уже сказала, классных софт-скиллов, базовых технических знаний, которые вы можете подкрепить чем-то, и других достижений, возраст не будет являться для вас препятствием. Ольга, можно следить? И вот здесь мы видим средний возраст прихода в IT, вот мы видим, что, например, администраторы, дизайнеры и разработки, которые работают в играх, их средний возраст прихода в IT – это 20 лет, то есть даже кто-то даже приходит раньше, ну и в целом довольно рано, там в 20, 21, 22 начинают работать в IT в среднем специалисты. Можно следить? Вот, немножко подведем итоги этой части, да, то есть что, как снять те риски, которые мы видели в начале, да, показать свой потенциал, расскажите о своих достижениях, расскажите, какие трудности вы преодолевали в жизни, как вы это делали, да, покажите, что вы готовы это делать и дальше, да, поскольку часто джуниор-специалистов сначала, чтобы вот минимизировать этот риск, что джуниор-специалисты делают какую-то ошибку, которая, там, принесет урон проекту, их часто вначале ставят на какие-то более скучные, менее важные задачи, да, покажите, что вы к этому готовы, что вы к этому хорошо относитесь, что вы, что вас это не пугает, что вы готовы любые задачи делать, там, с огоньком и хорошо. Обязательно покажите, что вы очень хотите учиться, это важно, да, то есть даже если у вас сейчас ваши базовые технические знания, совсем базовые, да, совсем такие, что у вас есть потенциал, что вы готовы много-много учиться. Все расскажите про ваше образование. Иногда даже ваше образование непрофильное тоже может быть, как бы, ну, плюсом, потому что оно по каким-то причинам подходит работодателю, да, потому что бывают ситуации, когда люди работали в какой-то финансовой сфере, потом пошли в IT, получили какое-то образование в IT, пошли трудоустраиваться и пошли трудоустраиваться в какую-то финансовую организацию, страховую, банк и так далее. И там их, например, финансовый бэкграунд только плюс, потому что они понимают специфику. Бывают другие ситуации, когда ваше какое-то, может быть, даже, казалось бы, далекое от IT-образования может быть вам только помощи при трудоустройстве. Да, постарайтесь показать, что вы готовы с этой компанией жить долго, да, что вы не уйдете через три месяца, когда вы приобретете какой-то первый начальный опыт. Обязательно, да, покажите, постарайтесь свои софт-скиллы показать с хорошей стороны. И, ну, вот если у вас есть какой-то опыт в IT, да, то вот в IT-сообщество, и он позитивный, да, сообщество вас хорошо оценило, ваши какие-то проекты или статьи или другую вашу интеллектуальную продукцию, да, это очень хорошо, это для вас плюс. Ольга, можно следующий слайд? Теперь давайте поговорим немножко по другую, обратную сторону. Как выбрать работодателя, потому что вы выходите на рынок, и, может быть, не всегда понятно, куда идти и на что ориентироваться. Ну, во-первых, важно много, как бы, погрузиться в этот рынок, да, то есть, ну, что я могу посоветовать? Могу посоветовать читать Хаббер, естественно. На Хаббере есть блоги топовых компаний, есть статьи по той тематике, которая вас интересует, интервью с работодателями, в том числе те, которые мы, например, проводим, Хаббер карьера, проводят интервью с интересными работодателями, и публикуют их на Хаббере. Ходите на митапы и на конференции, сейчас это сложно, потому что, в общем, все пошло, с одной стороны, стало сложнее, все ушло в онлайн, да, это не так удобно, нет возможности, там, поговорить в кулуарах с коллегами и так далее. С другой стороны, в чем стало проще, потому что все в онлайне, проще добраться до любых мероприятий, да, не нужно куда-то идти, ехать в другой город и так далее. Можно следующее слайд? Ну, вот это просто примеры некоторых компаний, которые ведут свои блоги своих компаний на Хаббере, то есть можно прям погрузиться, почувствовать атмосферу там, как в Яндексе, не знаю, в Ланите, в Татуру, да, то есть просто посмотреть, чем они занимаются, их собственные сотрудники пишут статьи для их, вот этих блогов, которые они ведут на Хаббере, можно просто задать какие-то вопросы в комментариях, которые вас интересуют, с кем-то познакомиться, с представителем компании. В общем, почувствовать вот эту некоторую атмосферу. Можно следующий слайд? Ну, это только маленькая часть, конечно, которую я смогла на этот слайд ставить, на самом деле там их есть намного больше. Да, обязательно изучайте отзывы сотрудников в компаниях, то есть отзывы их от текущих сотрудников, там, бывших сотрудников, потому что, ну, как правило, у нас такой принцип, что нет плохих компаний, просто есть компании и сотрудники, которые друг другу не подходят, потому что вы ориентированы на какие-то ценности, и у вас есть какие-то цели, компания ориентирована на какие-то ценности, и важно, чтобы вы в этом совпали, чтобы вам с друг другом было комфортно. Вот, поэтому пытайтесь понять, как устроена компания, ищите тех, кто вам подходит. Можно следующий слайд? Вот это вот кусочек из оценки компании JetBrains у нас на сервисе. Вот видите, здесь ее сотрудники оценивают разные параметры, насколько там интересны задачи, насколько там возможен карьерный рост, насколько хороши отношения с коллегами и так далее. И также вот пишут какие-то текстовые комментарии, я смогла только маленькие сюда вставить, коротенькие, но бывает, что прямо большие-большие там, целый экран написан на комментариях, например, там, с разных точек зрения, рассматривающих опыт работы сотрудников компании. Вы можете все это, вот с такими вещами вы можете знакомиться и вот как бы понимать, насколько то, что человек вам пишет, вам близко, насколько вам это подходит, насколько вам эта компания нравится. Следующий слайд можно? Да, следите за рейтингами работодателей. Понятно, что это, ну, не универсальный инструмент, и бывают какие-то... не всегда понятно, там, почему компания, например, в Талии на вышлое рейтинг, может быть, какие-то вопросы возникать, да, может быть, какая-то ангажированность в этом присутствует, но с другой стороны, как минимум, стоит присмотреться к тем компаниям, которые находятся там в десятке, в двадцатке. Вот, может быть, там сложно сказать, почему компания одна на четвертом месте, другая на пятом, но то, что они попали на десятку, в двадцатку, это уже много о них говорит. Может, следующий слайд? Вот мы в этом году выпустили как раз рейтинг работодателей хабар-карьеры по результатам прошлого года. Вот здесь на скриншотике, маленький скриншотик из большого нашего отчета, вот, а отчет сам находится по ссылке внизу, лучшие от работодателей России 2020. Вот, имеет смысл там присмотреться к тем компаниям, которые попадают, ну, здесь у нас только топ-3, ой, тайминг-тайминг, да, я заканчиваю. Буквально последний слайд у нас остался. Да, обязательно мониторите, сколько стоит специалисты вашего уровня. Я сегодня, на самом деле, хотела в том числе говорить про зарплаты, но мои коллеги выпустили огромный отчет по зарплатам в IT за 20-й год, точнее, за вторую половину 2020 года. И там прямо вся презентация, она есть в статье, поэтому я вам просто сейчас скину ссылку в чат, и если вас, как бы, тема проплат будет интересовать более глубоко, там прямо все-все вы про это можете прочитать. Сейчас я уже кидаю в чат. Ну, я думаю, еще у нас следующий день карьеры будет 31 марта, можно будет там отдельно по этому поводу осветить. Можно, да. Спасибо большое, Ольга. А можно еще вот следующий слайд? Просто хочу один слайд буквально показать. Это тоже из нашего зарплатного отчета. Смотрите, он очень интересный. Он показывает зарплату разработчиков по квалификациям, динамику по годам с 2016 по 2020 год. И мне кажется, здесь очень интересный такой фактор, что вот зарплаты джинов, они вот такие вот бордового цвета, зарплата джинов – это медианная зарплата, ну, грубо говоря, это средняя зарплата, просто медиана – это более такое честное среднее. Вот, медианная зарплата разработчиков очень мало растет, но зато растет зарплата медлов, и существенно круче растут зарплаты синеров или ледов. Мне кажется, вот это такое интересное наблюдение о том, что, в общем, ну, как сказать, очень оправдано, значит, повышение квалификации, потому что не только вы начинаете зарабатывать больше, но еще и ваши зарплаты растут быстрее, чем, значит, у специалистов более низкого уровня. Вот. И, по-моему, это был мой последний слайд. Давайте... А, нет, кажется, еще один был. Ольга, включите, пожалуйста. Вот, полезные ресурсы. Я это вставлю в чат. Заходите на Хаббер, читайте про то, как устроено IT в России, и не только в России. Заходите на карьеру, смотрите, какие есть у вас возможности по трудоустройству, и как вам... Вот все наши сервисы для вас доступны, про образование, про аналитику, про зарплаты, про все, что хотите. Наш интервью с работодателями, наш рейтинг IT-работодателей, калькулятор зарплаты я отдельно вынесла, и наш блог, если тоже вы будете на Хаббре читать, нам будет очень приятно, мы там стараемся писать полезные для IT-специалистов информацию. Я эти ссылки тоже сейчас в чат скину. Спасибо большое за ваше внимание. Ольга, спасибо за выступление. Ольга наш постоянный спикер на днях карьеры по IT-направлению, и достаточно интересную информацию для женов рассказывает. Если вопросы какие-то к Ольге, пишите, пожалуйста, в чат. Да, я ссылочки скинула, может быть, пригодится кому-нибудь. Ну вот, вас уже слушатели благодарят. Спасибо большое, я смотрю, вопросов нет, достаточно все подробно было рассказано. Тогда я передаю слово нашему следующему спикеру, Илья Алексея Соловьев, компания «Едем в гости.ру». Приветствую всех, коллеги и слушатели. Тоже хотелось бы отдельно поблагодарить Ольгу за ее презентацию. Довольно полезные, важные вещи я рассказала, поэтому всем отойти на ус, почти под каждым словом подписывать. Итак, как меня уже представили, я Алексей, ведущий разработчик компании «Едем в гости.ру». Для начала я расскажу вам немного о нашей компании, постараюсь вкратце и по существу. На текущий момент в компании на постоянной основе трудится более 100 человек, и офисы нашей компании расположены в нескольких городах. В Санкт-Петербурге, в Минске, в Анапе, и основной офис сейчас располагается в Сочи. Итак, чем же наш коллектив сейчас занимается? В 2017 году был создан сервис под названием, возможно, самые внимательные из вас догадались, «Едем в гости.ру». Итак, пару слов о нашем сервисе. В 2017 году проект «Едем в гости.ру» начал свою работу и уже в первый год работы обеспечивал своим клиентам более 100 тысяч бронирований. «Едем в гости.ру». Это самый крупный отечественный классифайт, каталог гостевых объектов, доска объявлений по гостиницам и жилью в Российской Федерации, сохраняющие темпы прироста объектов на уровне 30% в год. Наш сервис — это решение по поиску гостевых объектов и размещения как для туристов, которые ищут прямые контактные данные ательера для бронирования, причем, прошу заметить, без посредников и предоплат, а также это и решение для ательера по эффективному поиску клиентов, так как наш сервис — один из лидеров по ключевым поисковым запросам в таких поисковых системах, как «Яндекс» и «Гугл». В 2019 году, наряду с несколькими другими российскими сервисами, мы успешно заменили «Букинг.ком», если вам известен этот сервис, думаю, многие из вас слышали, по крайней мере, про него, в Крыму, после того, как он присоединился к антироссийским санкциям. Количество гостевых объектов в Крыму на данный момент, уже размещенных на нашем сайте, — около трех тысяч, и по динамике входящих заявок мы ожидаем удвоение этой цифры в текущем году. В настоящее время мы результативно работаем по всем курортам Краснодарского края, а также в Адыгее, КМВ, Кичер и Абхазии. В ближайшее время начинаем экспансивный набор объектов в Карелии, Ленинградской области, Алтае и на горнолыжных курортах страны, в Абзаково, Домбае и так далее. Также наша компания — постоянный участник федеральных и международных туристических выставок Краснодарского края и Крыма, такие как СИФТ в 2017, 2018 и 2019 году, «Самое яркое солнце России» в 2018, 2019 и 2020 год в Анапе, и в Крыму в 2018, 2019 и 2020 годах от ТТП в индустрии гостеприимства Крыма, в Ялте и прочее. Вот, теперь хотелось бы поподробнее о том, каких специалистов мы ищем. Как вы видите по текущему слайду, мы ищем программистов CMS 1S Bittrex, так как наш ключевой сервис, едемвгости.ру, он полностью построен на этой системе. Соответственно, самый преимущественный навык и знание, которое нам требуется, это архитектура CMS 1S Bittrex, так как она на самом деле очень сложная. В целом может занять полгода-год, чтобы в ней разбираться на достаточно высоком профессиональном уровне, и очень тяжело найти специалистов в этой сфере. Если говорить о уровне джуниор, то для нас достаточно... Мы рассматриваем специалиста, который, по крайней мере, прошел официальные курсы Bittrex. Они предлагают там базовый Bittrex-администратор, также есть курсы для разработчиков. Скажем так, это не основное конкурентное преимущество, но для вас же будет намного проще понять всю систему. Далее наш стэк, используемый, это PHP, JavaScript, HTML, CSS, SQL. В целом, как вы видите, мы рассматриваем специалистов FullStack, но больше с уклоном на бэкэнд. То есть в нашем штате сейчас есть несколько фронт-энд-специалистов, которые подготавливают для наших бэкэнд-специалистов верстку, но периодически случаются форс-мажорные ситуации, когда требуется внести какие-то правки. Соответственно, наш специалист в любом случае должен ориентироваться в CSS, базовый в JavaScript. Это очень полезный навык будет. И вот это уже конкурентоспособный навык. Вот. Естественно, я уже говорил, что нужно знать архитектуру CMS1 из Bittrex. Соответственно, нужно хорошо знать его API. Сразу обоснуют, возможно, у кого-нибудь появится вопрос, используем ли мы какие-либо PHP-фреймворки. Нет, не используем, потому что сам Bittrex предлагает уже готовые инструменты для работы с базой данных, с собственными компонентами и прочее. То есть для вас же будет полезным, к примеру, попробовать написать пару своих компонентов на Bittrex, попробовать разработать простой модуль, также выложить его на GitHub. Это будет очень полезно. Также я видел по чату, очень часто интересуются вопросом удаленной работы. Мы рассматриваем преимущественно в офис, но готовы проводить удаленную стажировку. То есть если мы вам подходим и вы нам подходите, мы рассматриваем уже переезд в главный офис в городе Сочи. Соответственно, все затраты берет на себя компания. По графику работы, по началу это график с 9 до 6. В целом мы рассматриваем гибкий график, но уже после прохождения стажировки. Соответственно, если вы подходите после интервью, мы выдаем вам коммерческую задачу на базовом уровне. Соответственно, мы ее оплачиваем, если она будет успешно закрыта. Что хочу сказать про наш офис. Он находится в центре Адлера. Возможно, если кто-то из вас бывал в Адлере, можете поднять правую ногу и написать плюс в чате. Это офис Плаза. Также мы предлагаем перспективу роста обучения профессионального развития. В нашем штате сейчас на текущий момент три специалиста с опытом работы более 10 лет. Потому, соответственно, мы готовы развивать в вас же профессиональные навыки. И ждем ваши вакансии. Ой, ждем ваше резюме. Господи, боже мой, извиняюсь. Итак, тут на последнем слайде вы видите наши планы на будущее. То есть сейчас, опять же, у нас три разработчика с опытом больше 10 лет. Один начинающий разработчик. На текущий момент мы собираемся расширить наш штат до 10 программистов. Так как планы очень большие, работы очень много, четыре имеющихся специалиста не справляются. Также планы компании по росту в три раза по трафику и выручке. Ну, то есть вы уже видели на предыдущих слайдах, каждый год что и выручка, что и клиенты возрастают на 30%. Это как минимум. Поэтому мы не стоим на месте и ждем талантливых специалистов. Снизу вы видите контакты нашего генерального директора. Если среди вас есть очень смелые люди, можете сразу напрямую писать к генеральному директору. Но через пару минут я в чат оставлю свои комментарии, свои контактные данные и контактные данные HR-отдела. Спасибо за внимание. Алексей, спасибо большое. Есть ли вопросы у слушателей? Давайте пока две минуточки на то, чтобы вы могли сформулировать вопросы. Я хотела бы сказать пару слов о том, какие сегодня наш каждый слушатель семинара может получить такую возможность бесплатно проконсультироваться по профессиональному развитию. Чтобы этой возможностью воспользоваться, просто заполните форму, которую я размещу в чате и напишите там промокод «Иду вперед». Эта консультация посвящена тому, что если вы хотите развиваться в какой-то выбранной сфере, но пока не понимаете, что для этого нужно, и как прийти в ту точку, которую вы себе запланировали, наши специалисты вас смогут сориентировать. Еще раз смотрю чат. Вопросов нет. Алексей, большое спасибо тогда за выступление. Пожалуйста, контакты, если можно, оставьте свои в чате. Да, конечно. Вам спасибо. И следующий наш спикер – Александр Царев. Александр. Сейчас включаю вашу презентацию. Всем добрый вечер. Компания, с которой мы активно сотрудничаем – Smart Data Lab. Ольга, а у меня есть возможность экран шарить? Да, я могу вам передать сейчас права. Да, лучше передать. И пока переключаемся, вопрос для наших слушателей. Какую профессию, если уже выбрали, примерно для себя видите, напишите мне в параллели, я в процессе рассказа перефокусируюсь немножко. Передала права. Java. Аналитик. Давайте, пока начну рассказывать о нас. Тестировщик, ой, это все про нас. Пока начну рассказывать, а дальше, соответственно, вернусь немножко. Значит, компания Smart Data Lab. На самом деле, с одной стороны, существует с 2013 года. На самом деле, последний виток получил очень серьезный с весны прошлого года, когда начался карантин. Мы фактически за год стали лидерами рынка аутстафинга в России. Основной наш клиент – это Сибербанк, но, тем не менее, клиентов достаточно много. Можно посмотреть у нас на сайте. Это международная аутстафинговая компания Андерсон, это типа ЕПАМА. РЖД Медицина. И РЖД, наш партнер – это Курус Консалтинг. Один из последних клиентов – это Ренессанс Капитал. Наши ребята в конкурсах с нами активно, различных международных участок и так далее. Тут далеко не все. Значит, чем мы занимаемся? Ну, если говорить по стеку, мы начинали с BI. Соответственно, первый у нас это был Power BI, где мы стали фактически совсем прям лидерами. И за прошлый год, так либо иначе, через нашу компанию прошло больше 300 людей. Что я имею в виду под тем, что прошло, они прошли либо стажировки, либо еще что-то. И мы только поддерживаем, чтобы люди развивались дальше. Если в моменте нет загрузки для человека, то люди обычно находят себе более хорошую работу и подключаются к нам либо на проектную, либо на частичную занятость. Либо когда, соответственно, приходит к какой-то крупной проекту, переходит. То есть мы совсем гибкие в этом плане. Второе, чем мы занимались очень активно – это клик. И по клику мы, ну, пока не обогнали, может быть, исторических лидеров рынка. Но, во всяком случае, у нас сейчас очень большая команда, человек по 20 именно таких серьезных профи. И достаточно большое количество поддержки для специалистов и запросов со стороны наших клиентов. По стеку технологий, что мы еще используем? Мы работаем с Теродатой для построения аналитических хранилищ, различные решения САПа, в том числе БиО, БиВи. Здесь стек Майкрософта, вплоть до Azure ML и так далее. Есть у нас заказы по Tableau, но, как бы, я считаю, что Tableau – это уходящая такой немножко, уходящая немножко BI-система. Она действительно так свои позиции на рынке потихоньку отпускает. Занимаемся гринпламом, занимаемся информатикой. Соответственно, иногда занимаемся самописными системами. Очень интересуемся темы под названием ThoughtSpot. Это новая BI со встроенным ML для SMB международная, в России не очень популярная, но мы и не настроены на Россию. Несмотря на то, что у нас крупнейшие корпоративные заказчики, российские, тем не менее. Мы очень активно смотрим мир и, в общем-то, готовим базу для того, чтобы активно пойти именно туда, потому что основной бум происходит именно на том рынке. Сейчас немножко переключусь, расскажу про нас с другой стороны. Бизнес-интеллиженс на самом деле основное направление 2020 года, которое именно рвануло очень вперед. В 2021 году ожидается, что опять будет очередной виток ML, но посмотрим. То есть я пока не вижу этого на российском рынке, но точно вижу на международном, но тут как бы коронавирус немножко вмешался. В 10 раз нехватка специалистов на рынке, особенно архитекторов, особенно старших специалистов. Вот прям совсем, только я, несмотря на то, что владелец компании, фактически получая по 5-6-7 предложений о работе, так, от 300 до 600 тысяч в день, как говорится, как специалист, но тем не менее я понял, что важнее делать команду и выступать нам как единое целое. Поэтому нехватка чувствуется и очень сильно. Только два клиента, ВТБ и Сбер за 2020 год, разыграли конкурсов на общую сумму практически 20 миллиардов. И мы в этом очень активно участвуем. Мы не очень любим работать с ВТБ по разным причинам, сейчас не будем останавливаться почему. Но мы прям очень плотно работаем с Сбербанком. И Сбербанк просто готов сметать все ресурсы на рынке. И на самом деле есть очень хорошая база для того, чтобы пойти в мир, потому что BI и аналитика данных, построение аналитических хранилищ, это про классическую математическую школу и программистскую, которая вот еще Советского Союза в странах СМГ, в первую очередь в России, во второй очереди Белоруссии, в третью очередь на Украине тоже плюс-минус очень сильна. И поэтому BI прям очень хорошо ложится. И, соответственно, если вы учитесь в Бауменке, в МИФе, на Фистехе, в МГУ еще где-то, то это прям ваша тема практически по умолчанию, где вы будете себя чувствовать очень комфортно. За последние два года BI-решения рванули просто вперед и стали массовыми, и из-за этого и спрос так сильно увеличился. Поэтому тема явно будет развиваться. Сейчас активно обсуждаем, где все-таки область ML. И на чем там надо делать деньги большие, там немножко делается не в прямую. Значит, на момент лета у нас было 64 специалиста в нашем поле, сейчас уже больше 300. Причем очень многие приходят с именно курса специалиста. И вообще курсы специалиста являются среди всего онлайн-образования в России, и не онлайн в первую очередь. Но я считаю, что самыми близкими к тому, что надо делать на самом деле. В том числе я непосредственно участвовал в формировании курса и подборе преподавателей по курсу клик. И могу сказать, это очень сильные ребята. Хотел бы сам заняться, времени не хватает. Вот сейчас в нашем поле человек под 300 уже, и мы продолжаем расти, потому что у нас компания про специалистов, у нас нет там каких-то серьезных офисов, у нас нет каких-то сумасшедших слушателей, там, HR, там, еще чего-то, еще чего-то. Мы немножко по-другому. Как мы работаем? У нас есть LMS, это система управления, соответственно, обучением. И есть базовые курсы, которые вы проходите, специалисты, без которых никуда. А есть очень короткие прикладные курсы о том, как делается та либо иная прикладная задача практически под конкретного клиента. Соответственно, такие курсы, они проходятся, ну, прям там, типа день, два, три, четыре, пять. Вот прям совсем быстро. И самое главное то, что на рынке не хватает, ну, то есть без базовых знаний туда лезть не надо, с одной стороны. С другой стороны, только у нас есть такая система и система менторов, в том числе руководителей направлений и руководителей, ну, и, так скажем, людей, ведущих клиентов, которые очень точно знают и могут вас сфокусировать, быстро подготовить. Мы зачастую сами помогаем вам переписать резюме по тот либо иной проект, ну, и, в общем, вас упаковать. В том числе, в первую очередь, с точки зрения знаний, потому что везде надо проходить техсобеседование, мы к ним готовим. Соответственно, если говорить о том, как развивается рынок, то проекты не остановились, а только ускорились. Есть ожидания участников рынка о том, что этот рынок в России может скакнуть в этом году раз в 10, но, опять же, здесь немножко накладывается коронавирус и, как бы, не совсем понятно, может быть, небольшой лаг, но, тем не менее, в прошлом году очень хорошо чувствовалось, что, действительно, он может еще в 10 раз рвануть, были бы люди. И я сейчас нужен просто откровенно всем. Соответственно, немножко могу рассказать про опыт, который нам удалось накопить с точки зрения реализации конкретных проектов. Очень часто бывает так, что задачу ставят технари для технарей, и в конечном итоге, как я это называю, в BI происходит блеск нищета BI-технологий. Взяли данные, что-то, какие-то построили срезы, сделали какие-то дашборды, а потом бизнес говорит, слушайте, а что это и зачем это надо? На самом деле, намного более правильный подход – это когда сначала вступают те, кто занимаются стратегическим консалтингом, те, кто понимают бизнес, они глубоко продумывают, что же все-таки и как считать, а потом рисуются предварительные дизайны, и только потом дается задача BI-разработчику, и тогда BI-разработчик не думает, не ломает голову о том, как, соответственно, что делать, просто быстро и эффективно используют свои навыки. Ну и в итоге просто атмосфера чуть другая в коллективе получается. Поэтому накопили определенную культуру, мы позитивную, в компаниях она в основном такая достаточно сложная, и мы в первую очередь очень быстро перекидываем людей с проекта на проект, если они этого хотят, и стараемся всегда поддерживать так называемый good mood, хорошее настроение у людей, потому что это действительно одна из немногих тем, которые приносят удовольствие, когда у вас все получается, все красиво, и главное, что вас ценят. Есть некоторые другие платформы, которые чем-то на нас похожи, но вот мы не нашли ни одной компании, которая бы была, ну, работала бы таким же образом. Мы осколковская компания, поэтому в различных тендерах мы вне конкуренции за счет в том числе осколковских льгот, но не только. Как я уже говорил, у нас нет там серьезных каких-то своих расходов, и мы стараемся максимизировать прибыль именно наших специалистов, а это главный ресурс на этом рынке. Мы готовим постоянно новых специалистов, поэтому люди быстро превращаются в руководителей, ну, в тимлидов фактически, и начинают зарабатывать еще и за счет команды. И мы стараемся очень активно использовать для интерпретации данных, для их распознавания и так далее. BI – это чаще всего работа с данными. Узко-специализированные, но очень эффективные решения в области машин лернинга, чем у нас занимаются отдельные люди, и за это у нас зачастую в проекты идут просто в разы быстрее. То есть мы стараемся минимизировать время, сколько люди занимаются копанием данных. Мы работаем с разными школами, но в первую очередь это специалисты с точки зрения профессионализма. Команда у нас уже, как видите, очень большая, там около 300 человек. Я так получил, что основатель. У нас есть Максим Жиренков, который фактически являлся до недавнего времени директором по международному сотрудничеству и акселерации фонда Сколково, пришел к нам, потому что есть определенные понимания того, что именно этот рынок будет расти, и именно этим надо заниматься. Значит, у нас есть очень мощные архитекторы, как, например, Сергей Земсков. Человек, который вас всегда поддержит, всегда поможет, и человек, с которым я в сумме за последнее некоторое время преподавал во всех онлайн и не онлайн школах, и я посмотрел, где что, как это происходит. То есть очень многие курсы, которые вы видели, если видели там где-то в интернете, готовили, скорее всего, мы. Есть Ярослав Полтавский, который у нас возглавляет R&D, а по факту это один из самых известных людей на рынке консалтинга по практике SAP. И, в принципе, он там с 2005 года больше 50 проектов по SAP внедрил, причем все успешно, что вообще очень большая редкость для этого рынка. SAP-ские проекты вообще очень сложные. Есть у нас дополнительные члены команды, Александр Лалетин, это позже можно будет с ними познакомиться, если решите с нами подработать. Значит, с нами... У нас нет такого, что у нас какие-то собеседования и так далее, и так далее. Вы связываетесь с нами, попадаете в фактически некие телеграм-чаты, где вы видите последние новости, что происходит, какие от вас нужны документы. Вас всегда там поддержат менторы, всегда поддержу я. Соответственно, там есть всегда самая последняя информация о том, что происходит, что нужно, и как включиться в тот либо иной проект. Как только вы включаетесь, соответственно, вы получаете дополнительные материалы, которые нужны непосредственно под этот проект. А пока вы можете учиться базовым курсам, они не настолько хороши с точки зрения педагогической, потому что это чаще всего видеозаписи, потому что у нас нет времени индивидуально преподавать, как это... ну, полуиндивидуально преподавать, как у вас вот в центре специалист фактически один преподаватель, там, оффлайн преподает 20 людям, это глядя глаза в глаза, да. Но, тем не менее, на очень многие вопросы там всегда есть ответ, и наши чаты действительно очень интересно читать, потому что там живые истории людей, которые как бы проходили, натыкались на что-то, отвечали на вопросы и так далее, и так далее. В том числе официальные группы вакансий по направлениям Power BI клик табло в Телеграме принадлежат нам. Вот. Это не корпоративные наши, но, тем не менее, как бы мы целиком отслеживаем весь рынок Headhunter, мы целиком отслеживаем весь Телеграм, мы отслеживаем практически половину всех позиций в LinkedIn, и, соответственно, смотрим на каждого клиента, знаем, что у него происходит. Я думаю, что ближайшие 2-3 года, ну, просто еще не весь цикл прошел, что у нас позиции еще станут более серьезные, но, в принципе, по этому году мы уже набрали ползаказов потенциальных, ну, где-то миллионов на 600 рублей, что вывело нас, в принципе, на первое место в рынке BI. Я думаю, что под конец года будет существенно больше. И все это происходит только за счет кадрового ресурса, за счет, собственно, вас, специалистов, которыми мы постоянно и занимаемся. Мы вообще, как бы, стремимся в мир. Есть у нас определенное направление Power BI, и мы хотим стать публичной компанией международной, уровне, как минимум, ЕПАМа. У нас немножко свой фокус, но есть возможность поучаствовать в интересных проектах, перспективных, которые могут вас заинтересовать не только с точки зрения текущей занятости и текущего дохода, но и с определенного уровня можно начинать заниматься, так скажем, партнерскими темами. И могу сказать, что у меня сегодня были переговоры переговоры с крупнейшим российским финансовым холдингом, с директором по цифровой трансформации. И тот подход в ОРНГ, который мы нашли, который мы, привет, ну, как бы вообще развиваем, был воспринят прям просто на ура. И на самом деле это не просто так. Вообще наш успех во многом связан с тем, что мы ежедневно чувствуем рынок с точки зрения необходимости кадров, с точки зрения того, куда идут технологии, с точки зрения количества общения с различными клиентами. Мы не IT-интегратор, который занимается всем, мы фокусируемся только на BI, только на аналитических хранилищах и иногда на приложениях. Это я сейчас вернусь и расскажу по поводу смежных позиций, которые у нас тоже активно используются. И, в общем, есть чем заниматься более чем. Значит, теперь хотел взглянуть на позицию. А, да, кстати, меня можно найти в Телеграме очень просто. Так же, как мой логин здесь. Просто достаточно написать, Алексей Царев. Либо через сайт. Вы видели сайт smartdatalab.tech. Можно зайти туда и посмотреть контакты там. Значит, по поводу позиций. На Java, особенно с уровня middle, у нас потребность процентов 10 от нашей. Это наша смежная абсолютно позиция, которая нам постоянно нужна. Так же, как, кстати, и JavaScript. Но по Java действительно сложно искать профессиональных людей, поэтому это серьезное направление, которое у нас очень востребовано. Касательно аналитиков. Аналитиков мы с нового года в Сбербанк заявили уже больше 40 человек. Многие из них избавлены. Тестировщик. С нового года больше 10, по-моему, если не ошибаюсь, человек заявили. Очень востребованная позиция. По поводу свифта ничего не могу сказать. Ребята, извините. Сходу не скажу. По поводу ML. ML вообще тема наша абсолютная, но в ML, ну, как я вижу, есть два направления. Первое – это вот то, которое было исторически, то, которое шло от дата-аналитиков, от дата-инженеров и так далее, и так далее. И ребята решали какие-то прикладные задачи, очень сложно, долго и так далее. Мы про ML немножко другой. Мы про ML прикладной, быстрый, и с помощью как бы современных историй типа Azure ML у нас цикл разработки модели, по идее, должен быть в 10 раз меньше, чем классический. Тем не менее, если вы занимаетесь ML, то это тоже к нам, но только в основном с точки зрения перспектив. То есть это то направление, где можно добиться не в смысле текущих доходов, наверное, но в смысле каких-то перспектив, партнер-схем, разработки серверных предложений и так далее. Вот это к нам. По поводу 1С. У нас мы не берем вообще историю под названием 1С, но 1С практически всегда сейчас связан с BI-отчетностью в Power BI. И вот это абсолютно наша тема. И мы работаем как напрямую с базами данных, которые стоят под 1С, так и с различными коннекторами и так далее. Такие заказы действительно возникают, их достаточно много. Значит, Python, Python, все к нам, все к нам, аналитик, все к нам. В принципе, постарался все рассказать. Давайте минутку, если есть какие-то вопросы, готов доответить. А так вообще 24 на 7 пишите, решим. Средний возраст у нас, я думаю, лет 25, потому что у нас архитекторы – это люди лет по 35, но их мало, их человек 8. А в основном это… А, знаете, как на самом деле интересно? Действительно, достаточно большое количество людей лет по 25, но есть люди по 40 лет, которые переквалифицируются к нам, но по факту им приходится себя вести как 25-летним. Это немножко странно звучит, но как бы по факту они встают вровень, потому что весь их накопленный опыт в последние годы, ну, честно сказать, стал неактуальным. Так, чем конкретно занимаются Python-разработчики? Python-разработчики у нас занимаются R&D, который только начинается. R&D посвящен… А, нет, точнее, Python-разработчики занимаются двумя темами. Первая – это ETL, и, например, у нас есть клиент Sibur, который использует Python плюс Tableau, и вот там конкретный спрос. Значит, бывают запросы, опять же, на Python ETL, и бывают запросы на Python на библиотеке по машин-лёрнингу. Ну, есть вот это перспективное направление по R&D, которым можно заниматься пока в свободное время, но я боюсь, что те, кто сейчас к нему подключатся, очень скоро для вас это станет основное направление. Ну, это, в общем, отдельная история, за 3 секунды не расскажешь. Мы занимаемся автоматической разметкой данных. То есть мы планируем использовать машин-лёрнинг для того, чтобы, ну, я так общими словами скажу пока, в этом надо действительно глубоко копаться, но используем для того, чтобы, придя в любую компанию, посмотрев на тот… Я это условно скажу, Data Lake, а на самом деле набор просто баз данных, которые у них есть, сразу выстроить определенную архитектуру аналитического хранилища и, не доставая данные непосредственно из каждой из баз, оставляя ее там, фактически очень быстро подтягивать то, что нам нужно для управления тем-либо иным предприятием, той-либо иной компанией, и на базе этого делать наше любимое дело – дашборды. Вот. Всем спасибо. Вроде вопросы пока кончились. Если что, я на связи. Александр, вот на вопрос сейчас учусь на Java-разработчика. Немного сидел C-Sharp. Вот на этот мы ответили вопрос. Нет, не ответил. Значит, по поводу Java и C-Sharp. Тут дело заключается вот в чем. Значит, у нас есть спрос не на C-Sharp, а на TypeScript. Но сами понимаете, что вещи две абсолютно связаны, и спрос на TypeScript, как ни странно, очень большой, потому что все индивидуальные визуализации в Power BI, а Power BI – основное BI-решение делаются на TypeScript. Поэтому если вы, специалист C-Sharp, немножко доучитесь в TypeScript, будет супер. По поводу Java – это классическая Java-разработка ПО. Соответственно, если закончить курс, то я бы сказал так. Так, наверное, в смысле текущей занятости это не к нам, но в смысле… Ну, потому что нужно на Java все-таки спрос начинается с уровня C-Sharp, а мы пока не умеем именно по Java направлению доводить до C-Sharp. Но это пока. Я думаю, во-первых, это исправится через месяц, через два. Поэтому надо быть в пуле, надо смотреть наши, как бы, курсы, которые вокруг, и не фокусироваться только на одном решении. Вы посмотрите, какой у нас широкий стэк, именно из-за этого мы так и востребованы. Он, с одной стороны, очень сфокусированный на BI и дата аналитики, а с другой стороны, он очень широкий. Поэтому я советую тоже не фокусироваться только на Java, а все-таки смотреть вокруг, и тогда будете намного более востребованы, в том числе для нас. А мы поможем. Александр, можете еще вот свои контакты, да, Telegram? Ну, смотрите. Телеграм очень, да, есть в чате. Вот, очень простой. Либо смотрите наш сайт, там есть и телефон мой, и все, что угодно. Bordata.lab.peh. Вообще, обращайтесь, мы всегда за коммуникацию, за поиск решений и так далее. Очень общительные. Поэтому и такие востребованы. Ну и хотел вам пожелать удачи. Да, действительно, очень много сил и энергии нужно потратить специалисту, чтобы войти в профессию после обучения. И здесь мы вам чем можем, тем помогаем. Сегодня у нас был такой сильный пул из работодателей с разнообразными вакансиями. Я думаю, что на этом мы будем заканчивать. Александр, хочу вас поблагодарить. Приглашаю всех 31 марта на день карьеры. Там будут еще работодатели и эксперты. Будем с вами, в общем, стремиться к карьерному развитию дальше. Спасибо всем большое, что приняли участие. Спасибо большое за вашу благодарность. Если что, вы можете пересмотреть запись, которая будет в личном кабинете и на нашем YouTube канале.